Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Петунию любят почти все садоводы-любители. В чем секрет вот этой нашей любви? Просто в этих вот цветах сочетается и красота, и неприхотливость в уходе. Вот я много лет высаживаю петунию, но чаще всего у меня простые сорта, они махровые, но все равно ни разу в жизни у меня не было случая, чтобы петуния не принялась после высадки в открытый грунт или погибла в течение сезона. У нее цветение продолжительное, изысканный аромат, не говоря уже вообще о красоте вот этой клумбы вазонов с петуниями. И все эти достоинства мы ценим и отдаем петунии самые лучшие места на участках, солнечные, где ее хорошо видно. Петунию могут вырастить и те, у кого нет огорода, она прекрасно будет цвести на вашем балконе. Можно и вот такие махровые сорта, можно и простую посадить. В вазонах прекрасно она и растет, и цветет. И вот каждый огородник хотел бы уметь самостоятельно выращивать рассаду петунии, потому что, конечно, продается она дорого, но новички почему-то боятся браться за это дело, а те, кто берутся, не у всех получается. Но так как магазинные семена в гранулах, вот эти вот, которые я вам сейчас показываю, они очень дорогие, я советовала бы начинающим экспериментировать посевы на простых семенах, потому что вот эксперименты вот с этими гранулами обходятся, конечно, дорого. И если ничего не получится, то это будут просто деньги на ветер. Пусть это будут у вас первый год не махровые, не такие роскошные, но ведь главная задача отработать навык выращивания в принципе. И вырастив первый год петунию из простых семян, вы можете потом повторить вот на этих дорогих семенах из магазина. Не знаю, как в других регионах, но у нас они очень дорогие. 50, 60 до 80 рублей пачка, там всего 8 или 10 семянок. Ясно, что дорогой эксперимент получится, если ничего не выйдет. Но я вот всегда собираю свои семена, и в этом году я добавляла своим заказчикам, кто выписывал томаты и перцы, к этим семенам еще и семена цветов в подарок. И вот первым нескольким, несколько сотен человек получили семена петунии. Конечно, она простая, простые семена там, или такая есть у меня алая лиловая петуния, или просто смесь белая-красная и еще там фиолетовая. Но вот эти семена, собранные со своих цветов, их хотя бы не жалко. Если они даже не взойдут, что-то получится не так, черная ножка, но вы ничего не потеряете. И если вы еще ни разу не выращивали рассаду петунии, как раз вот на этих семенах вы сможете поучиться делать посевы. Именно для этого я вам и даю, чтобы вот этот курс обучения прошел для вас материально беззатратно и безболезненно. Я хочу всем показать нынче, что вырастить петунию очень легко, если соблюдать все условия содержания молодых семенцев. В прошлом году я, конечно, все это уже показывала. Я показывала и посев петунии на пеленку, посев петунии на снег. На моем канале YouTube есть очень-очень много видео про петунию, про черенкование петунии, про различные посев в гранулах, посев простых семян. Все-все, тот, кто интересуется этим вопросом, может посмотреть у меня прошлогодние видео. Но даже если все это вы просмотрели, главный вопрос, который волнует, конечно, всех начинающих, любителей петунии, когда начинать посевы. Сейчас я немного расскажу вам, но так же, как в случае с томатами и перцами, вам никто и даже я не даст однозначного ответа. Все зависит от того, когда вы хотите получить цветение и в каком регионе вы живете, когда у вас будет возможность высадить вот эту вот рассаду в открытый грунт или там в вазоны или на грядки. Вот профессионалы, занимающиеся выращиванием рассады петунии для дальнейшей торговли, конечно, сеять начинают намного раньше любителей, они сеют даже в январе первые партии, ведь им для продажи необходима обязательно цветущая петуния, именно чтобы люди видели, какая расцветка, какой размер цветка. Но для таких ранних посевов нужно создать дополнительно определенные условия. Нужно стеллажи, нужна обязательно подсветка. Для содержания потом у цветущих взрослых петуний, когда они уже дома у вас не будут помещаться, на окне и на стеллажах, обязательно они имеют теплицу подогреваемую. Но для любителей, у кого маленькое количество цветов вам нужно получить, все намного проще. Если вы хотите высадить в цветущем виде свою петунию в первых числах мая, то есть очень рано, то во второй половине февраля, именно вот сейчас, в этом месяце, во второй половине февраля, вам нужно уже приступать к посевам. Но специалисты рекомендуют все-таки начинать сеять петунию в марте, опять же в зависимости от регионов, или в первой декаде, или во второй. Тогда и зацветет ваша рассада в традиционные сроки, или в конце мая, или в начале июня, когда можно будет уже ее высадить в открытый грунт. И выращивание рассады петунии вам тогда не доставит особых хлопот. Она у вас не перерастет, дома не зацветет, а зацветет именно там, где нужно, на улице. И вот простые сорта петунии, про которые я говорила, вот не про эти магазины, а которые мы можем сами собрать, которые не гибриды, они всегда считаются более простыми в выращивании, и семена имеют большую всхожесть, чем вот эти вот. Вот в прошлом году я вам показывала, и сравнивала посевы, и показывала их, что не все гранулы, несмотря на дорогую цену семян, несмотря на фирменные упаковки, гранулы все-таки всходят не все. И почему-то некоторые из гранул сеянцы погибают. У меня в прошлом году из своих семян не погибло ничего, даже приходилось, скрипя душой, лишнюю рассаду выбрасывать, потому что взошла очень густо. Я рассчитывала на меньшее количество, но вот эти вот немного у меня проредились, погибли, а своя рассада не погибла. Вот я еще раз повторю, что февраль, это самое подходящее время для подготовки к посевам петунии. Готовим тару, готовим грунт для посева петунии. Конечно, когда сеять петунию, решает каждый индивидуально, но если вы хотите увидеть цветение вовремя, то до середины марта семена уже нужно посеять, независимо от региона. Если вы посеете позже, то цветение начнется очень поздно, и придется, если у кого короткое лето, много погибнет во время заморозков. Она только буйство цветения начнется, там уже у нас морозы. Я сею, посеять ее очень просто, про посев, про грунт будет отдельное видео. Можно посеять вот в такие контейнера я сею. Вот такие все, что я покупаю в магазине, когда я иду по магазину и смотрю, если есть выбор купить или в целлофановом пакетике, или в бумажной упаковке, или в контейнере, то я выбираю, конечно, контейнер. За зиму я набираю много такой посуды, потом сею сюда все вот эти цветочки, которые меленькие. Грунт у меня тоже готов с осени. Вот я занесла его две недели назад. Сейчас покажу. Он у меня разморозился. Тут даже взошли некоторые уже травинки, ссор. Я сейчас его пропалю, всю траву выдерну и буду раскладывать по контейнерам и приступать понемногу к посеву петунии. Все я вам покажу. Главное, хочу сказать, что все должно быть готово. Если грунт покупной, то проще всего купите и насыпите. Если делаете сами, приготовили с осени, то его нужно разморозить, протравить, обеззаразить. И все. Посев очень простой, поверхностный. Обязательно свет нужен для прорастания семян. Но все это будет уже в другом видео. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И тема, когда начинать посев петунии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok